Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. В ночь на 10 ноября лидерами трех стран Армении, Азербайджана и России было подписано предварительное мирное соглашение. Это мирное соглашение предусматривает вывод с большей части территории Нагорного Карабаха армянских вооруженных сил строительства дороги между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана и кроме того ввод на территорию Нагорного Карабаха российских миротворцев. По предварительным данным на территорию Нагорного Карабаха уже переброшены 9 самолетами военно-транспортной авиации Ил-76, 1960 военнослужащих 31 бригады ВДВ и 19 мотострелковой бригады. Кроме того, переброшены 60 единиц бронетехники и 360 единиц автомобильной и спецтехники. Кроме того, есть информация о том, что на территорию Нагорного Карабаха могут введены быть и турецкие, как их назвать, миротворцы. Ну, знаете, помня историю Крыма, Донбасса, очень опасно вводить на свою территорию российских вежливых ребят и также и турецких тоже вежливых ребят. Ну, это ладно, как говорится, лирика. Президент Армении Никол Пашинян выразил в своем обращении к нации, что наконец-то прекращены боевые действия между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией и как-то попытался, так скажем, успокоить нацию. Но этим своим обращением он добился, на мой взгляд, прямо противоположной цели. Если в Азербайджане сейчас народ ликует просто, ну, они, по сути, добились даже большего, чем они хотели получить, то в Армении сейчас просто, ну, национальный траур, трагедия. Люди считают, что их предали. Знаете, я считаю также, на самом деле, Никол Пашинян, лидер Армении, он просто предал собственный народ, подписал вот этот просто грабительский мирный договор. На самом деле, конечно, это очень позорное соглашение. Мне оно напоминает Брестский мир. То есть, в свое время мир был заключен между Советской Россией и Германией. И по вот этому мирному соглашению Германия получила огромные территории, а затем она еще оккупировала территории бывшей Российской империи и в результате просто ограбила бывшую Российскую империю, а на тот момент Советскую Россию. Вот то же самое происходит сейчас и в Нагорном Карабахе. Азербайджан получил больше того, чем он хотел получить, поэтому они имеют право ликовать. Никол Пашинян, по сути, является предателем собственного народа. Я считаю, что его рано или поздно уберут. Скорее всего, рано. Сейчас народ Армении бастует, по сути, вышел на улицы, несмотря на то, что в Армении объявлено военное положение. Люди просто в гневе избили одного из лидеров Армении. Сейчас он госпитализирован, фамилию не помню. По-моему, лидер парламента там у них избит. Люди просто в бешенстве. Но, несмотря на это, все-таки есть отважные люди в Армении, ну и в Азербайджане тоже. И обратил внимание, что в этой войне практически нет военнопленных. Солдаты стоят насмерть и с той, и с этой стороны. Они готовы умереть, но не отдать собственную землю. И те, и те считают Нагорный Карабах собственной землей, и они готовы умирать. Интересная еще новость. Анна Акопян, жена Никола Пашиняна, находится в Степанакерте. Есть фотография, которую она выложила в Фейсбук, и она написала следующие слова. Хочу прочитать дословно, потому что это интересно. Как наши солдаты, так и мы крепко стоим на наших позициях. Не сомневайтесь, не стоит колебаться. У нас нет родины, которую мы уступили бы врагам и предателям. Очень достойные слова. Женщина эта, безусловно, мужественнее своего мужа. Респект, уважение Анне Акопян, жене Никола Пашиняна. Дисреспект и мое неуважение Николу Пашиняну. По сути, он предал собственный народ. Знаете, конечно, мне наплевать на этого Никола Пашиняна. Он мне не интересен как человек. Но я всегда не люблю предателей собственного народа. Кто бы он ни был по национальности, я их ненавижу. Предателей. По сути, он и есть предатель. Он предал собственный народ. Он отдал собственную землю. Солдаты стоят насмерть, а он просто за их спиной заключает предательское мирное соглашение. Знаете, говорят, есть русская пословица. Плохой мир лучше доброй ссоры. Но данный мир даже хуже. Хуже ссоры. Понимаете? Хуже войны. Армянский народ, я считаю, никогда не примет это мирное соглашение. И война будет продолжаться. То есть, две противобоствующие страны. Армения и Азербайджан. По сути, любая война, любое мирное соглашение, это по сути как суд. То есть, судья должен как-то найти консенсус, соглашение между двумя сторонами конфликта. А получилось, что одна из сторон конфликта получила все, а вторая ничего. И, конечно, данное мирное соглашение, оно несправедливо для Армении. Поэтому они будут бороться и дальше. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Или дизлайки, если не понравилось ваше право. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.